Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа Вести Карачева-Черкесия. Актив регионального отделения Единой России, депутаты всех уровней, представители городской и районной администрации, навестили ветеранов Великой Отечественной войны, узников концлагерей и тружеников тыла. Свои поздравления с Днем Победы они адресовали жителям Уст-Жигутинского района Натальи Железняковой, Марии Хутовой и Федору Смородину. Гости передали им подарки от руководства Карачева-Черкесии, района регионального отделения партии «Единая Россия», а также именные письма, которые написали героям школьники. В этот радостный день для ветеранов прозвучали военные песни в исполнении известных артистов республики. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Вспомним через века, через года о тех, кто уже не придет никогда. В Черкесске вспоминали заслуги ветеранов Великой Отечественной войны, которые внесли свой вклад в Великую Победу. В Центре социального обслуживания населения самодеятельные коллективы исполнили песни военных лет, прочитали стихи. Подробнее Олеся Меликаева. Встреча друзей, единомышленников, тех, кто оказывает поддержку ветеранам и людям с ограниченными возможностями здоровья, для улучшения их социального положения и качества жизни. Десять лет уже здесь мы занимаемся пожилыми людьми, которые и больные, которые не могут сами что-то сделать. Мы придем, посоветуемся. Особенно у нас сейчас дом престарелых. Мы ходим туда, мы им делаем концерты, веселим. Все, ну как сказать, даем благо всем нашим старичкам. День Победы вызывает в каждом из нас чувство искреннего уважения и глубокой признательности ко всем мужественным людям, стоящим на страже свободы и независимости Родины. Валентина Гетманова, вспоминая своего отца, участника войны, рассказала о его возвращении с фронта. Мой отец дошел до Берлина, воевал. У него четыре сына, я вот одна пятеро детей. Вернулся, правда, израненный, но долго не прожил. И в память об отце, конечно, я вспоминаю, как он играл на гармошке и пел военные песни. И я забыть это не могу. Для тех, кто прошел и пережил войну, песни очень много значат. Они напоминают о боевых верстах, о победной весне. Они помогали солдатам в трудные минуты. А тем, кто ждал их домой, песни вселяли надежду, чтобы их близкие и родные вернулись живыми и невредимыми. И на старой столицей дороге Восвечали из ванных гостей Народы мира заплатили за победу над фашизмом очень высокую цену. Участники встречи выразили слова поддержки нашим бойцам, участникам СВО и желали только победы. Переживаем за наших бойцов, которые находятся. В общем, молимся за них. Дай Бог, чтобы они вернулись все живыми, чтобы мы победили, что нам нужен мир. Своё творчество продемонстрировали и подрастающее поколение. Они также исполнили патриотические песни. И сколько бы ни прошло десятилетий, люди будут помнить те далёкие события ветеранов, которые завоевали победу и подарили мир. Олеся Меликаева, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. Судебные приставы высадили ко Дню Победы аллею саженцев Катальпы в Покровском парке Черкеска. Красивые декоративные деревья с крупными листьями и нежными белыми цветами, несомненно, станут прекрасным украшением зоны отдыха для жителей и гостей республики. Вскоре саженцы подрастут и будут живым напоминанием всем о подвиге воинов-освободителей. Это дань памяти всем павшим в страшной и жестокой войне по защите нашей Родины. «Сохраним память о победе» все вместе отметили судебные приставы. Ну а сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Около года назад в России вступили в силу поправки к федеральному закону об основах туристической деятельности. А уже ближайшим летом все экскурсоводы будут обязаны иметь аттеста для возможности предоставления своих услуг. О том, как это должно быть реализовано на практике, выяснял корреспондент Артур Мхц. По данным регионального Минтуризма, в настоящее время в Карачаево-Черкесии нет ни одного экскурсовода, который прошел бы аттестацию, позволяющую предоставлять клиентам свои услуги. Но если до сих пор лицензирование являлось добровольным, то с 1 июля нынешнего года станет обязательной процедурой. Вступает в силу нормы, согласно которым экскурсоводы обязаны проходить аттестацию и подтверждать свою квалификацию каждые 5 лет. Получить аттестат экскурсовод или гид, или гид-переводчик может после сдачи квалификационного экзамена, который будет проходить в два этапа – тестирование и практическое задание. Тут следует отметить, что соискатели, которые имеют стаж работы в качестве экскурсовода более трех лет, допускаются к выполнению практического задания без прохождения тестирования. Как отметили в региональном ведомстве, мероприятия по аттестации гидов помогут создать прозрачный и контролируемый рынок оказания экскурсионных услуг, что позволит формировать позитивный имидж Карачао-Черкесии. Обучение специалистов возможно на базе высшего или среднеспециального учебного заведения. В республике такие и есть. Подача производится посредством государственного портала госуслуги. Аттестация будет проходить специально созданной аттестационной комиссией на базе Министерства туризма и курортов КЧР. Вся необходимая информация по подаче заявления, по механизму получения аттестатов, она размещена на официальном сайте Министерства туризма, с которой соискатели могут ознакомиться в прямом доступе. Обязательства по осуществлению государственного муниципального контроля за деятельностью экскурсоводов будут возложены на органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Артур Макцер, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия. В преддверии туристического весенне-летнего сезона представители МЧС напоминают гостям и жителям Карачаева-Черкесии об обязательной регистрации туристических групп. В целях обеспечения безопасностных туристов и отдыхающих, возможности оказания им в случае необходимости своевременной квалифицированной помощи, Главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесской республике рекомендует руководителям туристических групп и отдельным туристам регистрировать свои маршруты в территориальных подразделениях МЧС России. Регистрация осуществляется не позднее 10 дней до начала путешествия. Это касается организаций, индивидуальных предпринимателей в сфере активного туризма, туристов и групп самостоятельно путешествующих в стране, в том числе имеющих в своем составе несовершеннолетних детей. Для удобства граждан процедура регистрации максимально упрощена. Проинформировать спасателя о своем маршруте туристы могут на официальном сайте Главного управления МЧС России в Карачаево-Черкесской республике, заполнив официальную форму или по электронной почте. Такой сервис значительно упрощает процедуру регистрации. В редакции газеты Карачаев состоялось награждение школьников-победителей конкурса на знания карачаевской литературы. В этом году основные вопросы были посвящены авторам карачаевских произведений и сам конкурс был направлен на оперативность и выполнение заданий ребятами. Исполняющий обязанности министра Карачаева-Черкесии по делам национальности, массовом коммуникации и печати Ислам Хубиев отметил важность и необходимость подобных мероприятий, поскольку они способствуют сохранению и изучению родных языков, а также расширению кругозора школьников. В ходе торжественного мероприятия Ислам Хубиев и главный редактор газеты Карачаев Альберт Узденов, заместитель председателя общественной организации Карачаев Ланхалк Сулейман Баташев, а также поэты Дина Мамчуева, Махмуд Кубанов и Хусейн Лепшоков поздравили ребят с победой и вручили им почетные грамоты и призы. Кроме того, были вручены благодарственные письма учителям карачаевского языка и литературы, обучающим лауреатов конкурса. Победителями стали ученицы 11 класса средней школы поселка Правокубанский Арина Бадахова, педагог Белла Киикова, ученица 10 класса средней школы Сила Важная Альнея Тимрезова, воспитанница Алина Тимрезова и ученик 9 класса 2 школы Черкесии Джамал Байчуров, учитель Фатима Заузанова. Масштабные праздничные мероприятия прошли на самом высокогорном перевале Карачаева-Черкесии Гумбаши. Они были посвящены Дню возрождения карачаевского народа. Множество различных конкурсов с национальным колоритом и яркая концертная программа порадовали всех участников праздника. Подробнее расскажет Альхан Лепшоков. По-настоящему народный праздник на перевале Гумбаши собрал тысячи жителей республики. Всех присутствующих ожидала интересная и насыщенная программа с национальным колоритом. День возрождения карачаевского народа – это праздник с некой горечью. Так как мы и вспоминаем здесь тех, кто не вернулся с мест депортации, и я уверен, что подобные праздники сохраняют память о тех событиях, которые навсегда останутся в истории нашего народа, отметил глава администрации Карачаевского района Спартак Кущетеров. Мы должны помнить эти даты, это несправедливое решение тогдашних властей, Аллах и Судья. Но мы должны это все помнить, передавать нашим детям. Сегодня праздник новый с горечью, потому что мы вспоминаем тех людей, которые не вернулись из Средней Азии. Один из интересных конкурсов – разделывание тушки барана. Здесь необходимо не просто быстро отделить кожу барашки, но и правильно распределить ее части между мужчинами и женщинами в соответствии с обычаями карачаевского народа. В итоге победу одержал житель из аула Верхняя Тиберда Рашид Тикеев. А здесь уже проходит командное состязание по приготовлению мясных очинов. Увлекательными соревнованиями для девушек было понесение воды с коромыслом и правильное пеленание ребенка в люльке. Помимо этого для всех собравшихся музыкальными номерами порадовали артисты отдела культуры Карачаевского района. Гвоздем соревнования стал конный пробег на дистанцию 37 километров, где приняли участие 59 всадников из разных регионов Северного Кавказа. Призовой фонд данного состязания – 500 тысяч рублей. С самого утра всадники преодолевали длинное расстояние по горной местности. В итоге первое место и приз в размере 250 тысяч рублей выиграл житель из села Важная Хусей Мрзаев на жеребце Сармат. Серебряным призером стал и 120 тысяч рублей получил всадник из Кисловодска Руслан Гучаев. А третье место и приз в 70 тысяч рублей получил выходец из аула Верхняя Мора Шамиль Кушетеров. Помимо этого на празднике были представлены более 100 традиционных блюд и напитков в карачаевской кухне. Алихан Лепшоков, Медина Джан Кезова, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Перевал Гумбаши. В спорткомплексе отдела МВД России по Черкесскому прошло соревнование по волейболу среди девушек. Мероприятие организовано в рамках празднования юбилея создания патрульно-постовой службы МВД России, которой в 2023 году исполняется 100 лет. Начальник отдела Организации охраны общественного порядка МВД по карачаевой Черкесии Шамиль Тухчуков, обращаясь к юным волейболисткам, отметил, что приятно осознавать, что молодое поколение большое внимание уделяет спорту, тем самым пропагандируя здоровый образ жизни и формирование позитивных жизненных установок. Он пожелал спортсменам показать зрелищную игру, которая будет сопровождаться атмосферой дружбы и взаимоуважения. Соревнования проходили по круговой системе и заняли весь день с учетом перерыва на обед в полицейской столовой. В результате состязания победу одержала команда 20-й век из Черкеска. Второе место заслужили также волейболистки из Черкеска команда «Огненные львы». Бронза досталась спортсменкам из аула Хабес. Победители, призеров и участников турнира, посвященного столетию патрульно-постовой службы полиции, отметили кубками, медалями и грамотами. На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных выходных и до встречи в эфире! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!